Библейский портал экзегет.ру представляет Шестнадцатая глава пророка Иеремии в переводе Луки Маневича, я читаю ее для библейского портала экзегет. Ну и вот шестнадцатая, некоторые последующие главы, они такие довольно напряженные. В них пророк беседует с Богом, причем эту беседу нельзя назвать вот таким, знаете ли, диалогом «иди, передай этому народу». Это было уже и, конечно, еще будет. Здесь скорее о трагедии самого пророка, человека, который и сам относится к этому народу, который совершенно не рад тому, что он рассказывает своим соплеменникам, человеку вообще свойственно отождествлять себя со своим народом. И вот где эта грань между личной жизнью, которая, может быть, в данном случае Иеремии вполне соответствует каким-то, ну, если не всем ожиданиям Бога, то, по крайней мере, основным принципам завета, и вот этой его принадлежностью к народу, который завет нарушает. Можно ли быть праведником, как лот в городе грешников, в Содоме? А если можно, то какие неудобства за собой это влечет? «И было мне слово Господне, не бери себе жены, и пусть не будет у тебя здесь ни сыновей, ни дочерей». Вообще, человек древности на Ближнем Востоке, в частности, он очень ценил потомство, ценил, пожалуй, больше всего остального, и поэтому отказаться от такого потомства, ну, это одна из самых печальных вещей, да? И почему же, собственно, ему надо отказываться? «Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, родившихся здесь, о матерях их родивших, об отцах, от которых они родились на этой земле. Мучительной смертью они умрут, не оплачут их, не погребут. Как навоз они останутся лежать на земле. Отмечая голода, они погибнут, и будут их трупы пищей для птиц небесных и зверей земных». Ну, то есть, ничего хорошего этих младенцев не ждет. Может быть, даже идет речь не о том, что они вырастут, а вот нашествие врагов, которое грозит, или голод от засухи, который тоже был описан, ну, он бьет, прежде всего, конечно, по самым слабым, по младенцам. «И даже, так говорит Господь, не ходи в дом, где устраивают поминальную трапезу». То есть, первое – это отказ от личного семейного счастья. А второе – это отказ от солидарности со своим окружением, со своим народом. «Не ходи туда плакать и соболезновать, ибо я отнял мир у этого народа, – говорит Господь, – отнял милость мою и жалость». Что ж, нельзя посочувствовать людям, у которых умер близкий человек, чем они виноваты. «Умрут на этой земле, и большие, и малые, не будут они погребены, не оплачут их, никто не станет наносить себе порезы, обревать голову в память о них». Здесь, видимо, речь идет о некоторых ритуальных действиях – наносение порезов, обревание головы, которое, кстати, запрещено Ветхозаветным законом, как языческие. И вот это уже может быть некоторая подсказка. То есть сами по себе поминальные трапезы, может быть, и вполне приемлемы, но языческие ритуалы, которые их сопровождают, они уже нет. И самое главное, что эти поминальные трапезы, они своего рода отменяются в преддверии большой гибели. То есть накануне трагедии, накануне того, как все падет, как все будет уничтожено, скорбить о каком-то одном умершем, может быть, своей смертью в весьма преклонном возрасте, ну, как-то неуместно скорбить надо о том, что будет дальше. «Не отломят скорбящим хлеба в утешении об умершем, не напоят их из чаши утешения в память об отце и матери». Здесь, очевидно, тоже какие-то обряды, когда вот у нас сегодня поминальные трапезы бывают, что-то очень похожее, да, такая трапеза, которая как бы утешает и примеряет оставшихся. «И в дом, где устраивают пир, не ходи, не сиди там, не ешь и не пей». Это уже совсем странно. То есть Иеремия должен жить таким социопатом, да, у него ни своей семьи нет, ни круга близких и родных, с которыми он поддерживает обычные человеческие отношения. Не обязательно же принимать участие, даже если там что-то языческое есть, он может как-то обойти это стороной. Но дело не только в том, что там какие-то недолжные обряды. «Ибо так говорит Господь воинств, Бог Израиля, на ваших глазах, при вашей жизни я заставлю умолкнуть в этих местах голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невесты». Ну, представим себе какой-нибудь там, не знаю, 15 июня 41-го года, у людей там свадьбы, похороны, поминки, развлечения. А один человек ничего этого не хочет видеть и слышать, он в полном ужасе от того, что он знает, очень скоро грядет. Вот Иеремия тот самый человек, да, и он в том числе и символическими действиями привлекает внимание иудеев к тому, что он хочет им сказать. Вот, смотрите, нормальная жизнь закончилась. Вы еще этого не поняли, но она уже закончилась. «Когда ты возвестишь народу сему, все эти слова, они скажут тебе, за что Господь предрек нам такое великое горе, в чем преступление наше, в чем наш грех пред Господом, Богом нашим? И скажи им, за то, что ваши отцы оставили меня, говорит Господь, они поклонялись Богам иным, служили им и простирались ниц перед ними, а меня оставили закон, мы не соблюдали. А если только отцы, то при чем здесь эти люди?» Господь продолжает дальше, и вы поступаете еще хуже, чем ваши отцы. Но если вы еще хуже, зачем отцов цитировать? Какая разница упоминать их? Зачем говорить о том, что они когда-то делали плохо, если Господь наказывает это поколение? Но это линия поведения, да, то есть это не просто кто-то вот случайно там впал в язычество. Ну, бывают всякие эпизоды в жизни у людей, да, не все всегда себя ведут достойно. Точнее сказать, все себя иногда ведут недостойно. Но это не эпизод, это линия поведения, это определенная позиция, которую они передают из поколения в поколение. «И вы поступаете еще хуже, чем ваши отцы. Каждый из вас поступает по упрямству своего злого сердца, не слушая меня. Потому я изгоню вас из этой земли в страну, которую не знали ни вы, ни отцы ваши. Там вы будете служить Богам иным днем и ночью, ибо я не пожалею вас. Слушайте другим Богам, ну, значит, пойдете служить туда, где им все служат». Но настанут дни, говорит Господь, когда они будут уже говорить. Жив Господь, который вывел сынов Израилев из Египта. Исход из Египта – это главное событие, ну, на тот момент священной истории. И оно вспоминается, конечно, каждый год. У иудеев до сих пор Пасха – это празднование именно этого события. И Господь вообще в библейской традиции очень часто определяется, как тот, кто совершил определенные действия. Из них исход – одно из самых главных. То есть не абстрактно, там, всесильный, всемогучий, всезнающий. Ну да, это верно, но нам-то что до этого? А вот то, что он вывел нас из Египта, говорят иудеи, – это основание для того, чтобы мы называли его своим Богом. А не вообще некими прекрасными словами, которые к нам сегодня здесь не имеют отношения. Так вот, это уже не будет важно. Будут говорить иначе. «Жив Господь, который вывел сынов Израиля из земли северной, из всех стран, куда он изгнал их. Ибо я верну их в страну, которую я дал их отцам. Новый плен, как египетское рабство, но и новое избавление. Я пошлю множество рыболов, – говорит Господь, – они будут ловить их, как рыбу. Потом пошлю множество охотников, – они будут гнать их, как зверей, с каждой горы, с каждого холма, от каждой расщирины в скалах. «Ибо глаза мои видят путь их, не спрячутся они от меня, их преступления от глаз моих не скрыты. Я вдвойне отплачу им за их преступления и грехи, за то, что они осквернили мою землю гнусной мертвящиной, и мерзостями своими наполнили моё дело». Вот даже эти окрестные народы, которые придут завоёвывать, в Вавилоне они в особенности, они понимаются как рыболовы и охотники, которых ещё посылают Господь. Это не бандиты, убийцы-воры, хотя можно и так их назвать, но те, кто выходит на вполне достойный промысл, рыбы или зверя. Вот, оказывается, человек, он не только израильтянин, он любой, кто в этом мире, и наоборот, израильтянин может оказаться вместе с другими израильтянами рыбой или зверем по отношению к этому охотнику и рыболову. Да, зависит от его поведения. Ну и дальше некая краткая такая молитва Иеремии, ответ на неё Господа. «Господь моя сила, моя твердыня, прибежище мое в день ненасти, придут к себе народы со всех концов земли и скажут, наследство отцов наших только ложь читают, которой нет пользы. Разве может человек богов себе сделать? Все эти боги не бог». То есть результат это превосходство Господа будет явлено всем народом. «Потому я покажу им ныне могучую мою руку, знают они, что имя мое Господь». То есть бедствие – это не просто наказание сделать плохо тому, кто повёл себя плохо, но бедствие – это демонстрация того, что именно Господь в силе всё это совершить над людьми. Ну и следующая, 17 глава продолжит эту тему.